Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Мег, монстр глубины. Глубокоодный батискав, осуществляющий наблюдения в рамках международной программы по изучению подводной жизни, был атакован огромным существом, которое все считали давно вымершим. Неисправный аппарат теперь лежит на дне глубочайшей впадины Тихого океана, с оказавшимся в ловушке экипажем. Их время на исходе. Отмель, 2016 года. Бескрайний океан, безлюдный пляж и идеальная погода для серфингистов в поисках хорошей волны. Казалось бы, ничто не предвещает беды для очаровательной любительницы серфинга в одиночку. Разве что свидание Тет-Тет-Тет с гигантской акулой, которая загонит спортсменку на песчаную отмель и не отступит до тех пор, пока не получит свое. Азорий и Стихия, 2015 года. Май 1942 года. В самый разгар Великой Отечественной войны, вдалеке от линии фронта, у забытого богом разъезда, фашисты выбрасывают десант, с целью пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал. Это не обычные солдаты-пехотинцы, это опытные, тренированные диверсанты, элита войск СС, сверхлюди, а против них старшина Васков и пять девчонок-зенитщиц. Казалось бы, бой местного значения, но на кону стратегически важная транспортная артерия, соединяющая значимые центры страны. Смогут ли старшина и его хрупкие новобранцы предотвратить нацистскую диверсию? И какой ценой? Дорога на Берлин, 2015 года Действие фильма происходит в Великую Отечественную войну. Главные герои – лейтенант Огарков и рядовой Джурабаев, молодые люди, выходцы из разных союзных республик, разные по характеру и жизненным позициям, но объединенные общей целью. В основе фильма лежат их сложные отношения и поступки, продиктованные фоном страшных событий войны. Это история о человеческих взаимоотношениях, истинных нравственных ценностях, долгах перед Родиной, близкими и самим собой. Нерв, 2016 года Поддавшись на уговоры одноклассниц, тихоня Ви открывает для себя мир популярной онлайн-игры Нерв, где участники выполняют задания разной степени сложности, которые придумывают для них другие пользователи. В случае успеха игроки получают очень неплохие деньги. Ви проявляет неожиданную для самой себя смелость и отсутствие комплексов, и в очередном раунде знакомится с парнем по имени Иэн. Битва в Севастополь, 2015 года Любовь под нескончаемым огнем противника, дружба с Леонорой Рузвельт, выступление на конференции, повлиявшее на исход Второй мировой войны, желание жить и страх потерять любимого человека. Справится ли со всем этим хрупкая женщина? Это реальная история Людмилы Павличенко, легендарной женщины-снайпера. Солдаты шли в бой с ее именем на устах, а враги устроили на нее охоту. На поле битвы она видела смерть и страдания, но самым серьезным испытанием для нее стала любовь, которую у нее могла забрать война. Крид. Наследие Рокки. В центре внимания сына Поа Крида, первого серьезного соперника Рокки Бальбоа на римке, впоследствии ставшего лучшим другом героя. Талант отца в какой-то момент проявляется и в Криде младшем, и юноша отправляется на поиски наставника, коим для него в итоге становится постаревший Рокки, тоже не слишком жаждущий возвращаться к старым делам, даже в качестве тренера. Мстили. Локи, сводный брат Тора, возвращается, и в этот раз он не один. Земля на грани порабощения, и только лучшие из лучших могут спасти человечество. Ник Фьюри, глава международной организации ЩИТ, собирает выдающихся поборников справедливости и добра, чтобы отразить атаку. Под предводительством Капитана Америки, Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный Глаз и Черная Вдова вступают в войну с захватчиком. Возможная. Лента о событиях, разворачивающихся на фоне цунами 2004 года. Хоббит. Неожиданное путешествие. 2012 года. Фильм повествует о путешествии Бильба Бэггинса, который пускается в грандиозный поход, целью которого является отвоевание утраченного королевства гномов Эребор у зловещего дракона Смауга. Совершенно неожиданно с Хоббитом налаживает контакт волшебник Гендальф Серый. Так Бильба находит себя, присоединяясь к компании 13 гномов, возглавляемых легендарным воином Торином Дубащитом. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok